Хорошей ежегодной традицией для кубанских первоклассников стал парад, который проходит по всему краю вскоре после Дня Знаний. Полюбился этот замечательный праздник и самым юным славянским школьникам, а также их родителям. Нарядные и взволнованные ученики строились в колонны, чтобы пройти в праздничном шествии по главной улице нашего города. 870 учащихся первых классов восьми городских школ приняли участие в параде. В торжественной церемонии, конечно же, предшествовала немалая подготовка. И как приятно было посмотреть на мальчиков в белоснежных рубашках и девочек с пышными бантами в волосах. Первые школьные дни остались позади, и они произвели на самых юных учеников неизгладимое впечатление. Я нашла очень много друзей, и у нас хороший класс. Мне очень мне нравится, и я хочу получать пятерки. Мне очень нравится предмет математика. Мне очень нравится моя школа и мой учитель. Я хочу научиться летать в космос и всяким разным наукам. Елена Кужилина – учитель с большим опытом, но все равно волнуется, открывая двери в класс, полные новых, пока не знакомых ей ребят. Но постепенно это волнение ослабевает, потому что новый класс ей очень нравится. Это уже девятый выпуск. Я работаю в первой школе 30 лет. Закончила первую школу. Дети пришли очень хорошие, смышленные, подготовленные. Все им нравится. Нравится учиться, нравится постигать. Я надеюсь, что у нас с ними все получится. Мы работаем в тандеме с родителями, поэтому думаю, что все у нас получится. Я очень рада. На нарядных первоклассников во все глаза смотрят их бабушки и дедушки, а также родители. Им хочется запомнить эти мгновения. Одно дело быть учителем, а другое дело вести своего ребенка в первый класс. Когда он волнуется, ты волнуешься еще больше. Но все можно в этой жизни преодолеть, и я думаю, что все будет настолько хорошо. Для родителей первоклассников этот торжественный парад очень важен и значим. Мне хочется сказать огромное спасибо нашему муниципалитету, нашему району за то, что они организовывают такие великолепные праздники. Все-таки это очень почетно для наших детей сегодня пройти в таком великолепном красочном параде по нашей главной улице нашего города. И вот, наконец, ученики стройными рядами двинулись по улице Красной к театральной площади. Шествие возглавляли барабанщицы первого лицея в элегантных белых костюмах с золотым шитьем. Вместе с ребятами шли их первые учителя. Это зрелище было очень красочным и трогательным. И поэтому зрители и просто прохожие расплывались в добрых улыбках и долго смотрели вслед процессии. Дружными аплодисментами встретили виновников торжества на главной площади города. Глава Славянского района Роман Синеговский сердечно поздравил первоклассников с началом путешествия в мир знаний. И сегодня мы традиционно на этой площади приветствуем наших первоклассников, наших детей. Вместе с вами, все вместе мы радуемся, что они первый раз пришли в первый класс. Дорогие ребята, я уверен, что вам у нас понравится, что вы познакомитесь, подружитесь, что вам будет весело учиться. И самое главное, что вы получите образование, воспитание. Вас учителя научат не только читать и писать, а в целом научат вас жизни. Вы будете успешны, и это ваш первый шаг к вашему большому успеху в жизни. Роман Синеговский пожелал всего наилучшего родителям героев праздника и учителям, которые стали проводниками первоклассников в мир знаний. Учащиеся, сделавшие свои первые шаги в школьной жизни, с воодушевлением читали стихи об этом. И девчонки, и мальчишки, малыши и крепыши, мы несем в портфелях книжки, ручки и карандаши. Первоклассники чуть пугливо начинают школьный путь, постигая год от года всех наук большую суть. После оптимистичных четверостишей о том, как гремит звонок на школьном дворе, приглашая к постижению научных истин и обещаний учиться только на пятерке, наступил, пожалуй, один из самых ярких моментов праздника. Считается, что самые заветные желания исполнятся, если загадать их, одновременно отпуская в небо разноцветные шары. Наверное, это близко к истине. Все, кто собрался здесь, очень желали детям успехов и счастья. И эти горячие пожелания наверняка сбудутся. Именинникам, кто родился в день проведения парада, глава Славянского района вручил подарки. Этот день для них станет вдвойне памятным. Не остались забытыми и остальные участники праздника. Их со сцены приветствовала Мальвина, которая в золотом ключике уже была учителем у Буратино. И поэтому знала, что пожелать ребятам. Я желаю отличной учебы и получайте только хорошие отметки. И самое главное, не расстраивайте своих родителей. Вы обещаете? Да, конечно, обещаю. Конечно, обещаю. Для первоклассников юные славянские артисты исполнили песни. Вы здесь главные сейчас. Восветут первый класс. Это значит высший класс. Пробустите нас. Участники хореографических коллективов порадовали собравшихся своим искусством. Торжества продолжились на многочисленных игровых станциях. Ребята делали фото на память на станции «Веселый фотограф». На других они танцевали, пели, отгадывали загадки. Кроме того, ребят звали заняться конструированием и техническим творчеством. Славянские пожарные около самой настоящей пожарной машины не только говорили о том, как нужно быть осторожным с огнем, но и давали ребятам примерить пожарную каску. А завершился праздник веселой дискотекой. Путешествие по познавательным станциям всем очень понравилось, как и вкусное мороженое в подарок. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Продолжение следует...